В Москве открыты курсы собачьей терапии. Известные путешественники Дмитрий и Матвей Шпарова привезли в столицу три десятка хаски. Эти ездовые псы примут участие в специальной программе о помощи детям с ограниченными возможностями. Яна Леонтьева узнала, как проходит реабилитация. На заснеженных тропинках Московского парка появились следы невиданных здесь доселе зверей. В Сокольниках сейчас можно встретить северных ездовых собак. Сибирские хаски живут в разбитом здесь лагере и каждый день ждут гостей, детей из коррекционных школ. У этих северных ездовых собак здесь важная миссия. Они дарят пришедшим положительные эмоции, которые детям с ограниченными физическими возможностями так важны. В науке даже есть такое специальное понятие – канистерапия. Это когда благодаря общению с такими собаками дети с различными заболеваниями центральной нервной системы или опорно-двигательного аппарата начинают оздоравливаться. И даже несмотря на то, что эта терапия со стороны выглядит как обыкновенная игра, специалисты в эффективности этой методики не сомневаются. Знаменитые путешественники отец и сын Дмитрий Матвей Шпаро у себя в детском лагере «Большое приключение», которое находится в Карелии, завели собак хаски около 10 лет назад. Проходящие там реабилитационные программы с участием ездовых пользовались все это время у больных детей, которые приезжали в адплагерь со всей России такой безумной популярностью, что в этом году было решено сорвать собак с места, привезти их в Москву на 10 дней и устроить уже здесь эти веселые старты. Там у нас питомник и живет 55 собак. Мы отобрали 30 самых таких морально устойчивых. Но даже для сильных и выносливых северных ездовых собак поездка оказалась невыносимой. Приготовили специальный большой вагончик с клетками. Но потом наши профессиональные водители сказали, что везти этот прицеп опасно. И поэтому собак запихали в два микроавтобуса. Дальше сибирских хаски, привыкших к собачьему холоду, ожидал испытания теплом. В Москве по приезду оказалась плюсовая температура. Но сорвать запланированное было никак нельзя. Ведь дети этой обещанной встречи так долго ждали. Марта, Ави, Бэтмен, Беляш, таблички с кличками псов-путешественников аккуратно прикреплены к деревьям, возле которых собаки и крутятся. Но Роме Лазгачеву, чтобы найти свою любимицу, северную ездовую по кличке Кроха, даже никакая надпись не понадобилась. Молодец, молодец. Мальчик несколько раз уже был в гостях у хаски, в зимнем лагере в Карелии. Он сразу выделил для себя именно эту собаку и полюбил ее за красивые голубые глаза и за покладистый характер. Когда мы первый раз пошли уже в поход на санях, я ее увидел, она мне понравилась. Прежде чем начать кататься, детей учат, как правильно собак в сане запрягать. Сзади стоят самые сильные собаки, самые умные, самые сильные. Пока идет вся эта теория, рожденным бегать, стоять на одном месте довольно сложно. Вот они и лают изо всех сил. Когда упряжки с северными ездовыми начинают трогаться с места одна за одной, животных даже подгонять не надо. А остановить сложно не только собак, но и самих погонщиков. Уже закончилось официально отведенное на катание время, а сани продолжали нести детей по снежным дорожкам парка. И так до самого вечера. Яна Леонтьева, Павел Колесник, НТВ, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова